В канун дня работника культуры в ДК Подмосковья чествовали виновников торжества. В неформальной обстановке за чашкой чая педагогов и руководителей учреждений поздравил глава городского округа Ради Хабиров. Деятели искусства и работники культуры получили награды губернатора и профильного областного министерства, грамоты и благодарственные письма администрации. С первого дня, как я пришел работать в город, в Красногорск, я был просто поражен, всегда это говорю, поражен тем уровнем развития культуры, который свойственен для нашего округа. Уровнем творческих коллективов, уровнем массовости культуры, уровнем традиций культурных, которые здесь существуют. На территории округа работает большое количество центров досуга и культуры, парков, библиотек, музыкальная, художественная и хореографическая школы. Будет еще больше. Педагогический коллектив «Вдохновение» получил своеобразный подарок к профессиональному празднику. Я специально сегодня, в половине десятого, пригласил руководство, все руководство Затонского, эталона ВЕС, которые для работников вдохновения, наверное, очень хотят услышать, что же у нас, когда же полетная школа строится будет. Я просто вырвал из них, я не знаю, сердце у них вырвал, сказал, сегодня КПЗУ будет. 2-4 апреля разрешение строительства. Вот на это мы ведем. И я сказал, давайте потихонечку начинать огораживаться и так далее. На стадии проектирования и музыкальная школа в Павшинской пойме. Также в этом году запланированы масштабные работы по благоустройству парковых зон и общественных пространств, рассказал глава округа. У нас есть ясное понимание в развитии парковой системы. Причем эти парки сами по себе будут безжизненными, пустыми еще, если мы их не наполним какой-то содержательной культурной жизнью. Оживить благоустроенные территории работники культуры готовы. Администрация, в свою очередь, обещала и впредь оказывать поддержку этой важной сфере жизни муниципалитета.